Я всегда всем рассказываю, что это единственный акцент в мире. Ну, я честно, не потому что я здесь родился, но я не знаю больше такого, такого, да, акцента. И самое интересное, что он очень похож на все, что происходит в Азербайджане. Все такое, да, чуть-чуть, спокойное. Все такие вот спокойные. И все очень медленно, и очень тепло. И поэтому он очень приятный. И у меня в Москве очень просят часто разговаривать. Потому что моя внешность, и когда я начинаю говорить, ну так, да, пойдем, да, ну что, пришли, да. И, конечно, это вызывает улыбку у людей. И все говорят, что он очень приятный. Я когда зашел, сразу обратил внимание, что для... Ну, вообще меня Азербайджан очень удивил. Вот в последний мой приезд, очень. Я даже могу вам, если хотите, рассказать чем. Истерия. Значит, я когда увидел вот нашу прекрасную блондинку, я удивился, короткая стрижка. Все-таки для Баку, ну, для того Баку, из которого я уезжал, и почему я уехал, мне некого было коротко стричь, понимаешь? Мне было скучно, мне хотелось делать какие-то модные стрижки. А здесь все женщины хотели выглядеть эффектно. Сэнэ горе гиди, бэ, Баку, да. Спасибо, Баку. Вот. И, соответственно, сразу обратил внимание, это выглядит очень... Нече дейлер, мы рисуем нолиз. Чünки 1999-ку илдя, мэн университетэ кабул оландар, моя женщина хотела, оттенкан пирс. Мэн он до кеттим, он уникими саочами кирпдым. Ва о ду, буду саочами узатмирам. Хел ва муцтелив, бээ, дейек дэ. Инди хел ва сизмэнни, гердяйм, эмбээ лэ обрлы, ва ханум хатун, бээ, гердяйм, бээ. Адэтан бурдан кечел olur. Бурдан бээ лэ бээ кирмзу olur. Чоу, салун, хо шоуолды. Сорушдан. Ну, а, вторая наша девушка выглядит прям вот, ну, блестит, сияет, красивая, эффектная, женственная. В общем, в общем, вы, мне кажется, вас прям очень правильно всех подобрали, потому что вы представляете абсолютно разные Баку сейчас. Потому что я гулял по городу три дня. Я не езжу на машине вообще. В Баку я хожу пешком. И меня поразило, знаете что? Меня поразило, что в Баку стало можно быть ближе мужчине и женщине. совсем близко. Да, вот так. Это честно, это очень приятно. Влад, бак. Хамкарым, инцир, кинагир, bizim актамызда еще думаешь, потому что сувалы, он верит. Беги, комплименты, что мне хотелось бы. Он такая интеллигенция Азербайджана. Модник Азербайджана. Ну, тоже интеллигенция. Ты сейчас обидится. Я ответ, потому что здесь, конечно, нужно собираться и быть очень аккуратным. Это тоже мне нравится, потому что ты здесь мобилизируешься. Тебе нужно понимать, что с женщиной ты должен быть более мягким, что с мужчинами надо быть на равных. И здесь вот эта вот культура и воспитание, оно совсем другое. Отличается очень от российского. Но я здесь немного пытаюсь подстраиваться. Но мы все равно, вы понимаете, что я даже там находясь в россии находясь в москве я в каждом интервью говорю о баку и мне кажется может быть в этом моя миссия уехать в россию и говорить там о своей родине тепло отзываться потому что мне кажется кто-то это обязательно должен делать я вам скажу так я честно я очень откровенно я вам скажу так я плакал ночью я видел всегда баку во сне я сейчас не вижу свою московскую квартиру во сне если мне снятся вещи сны то они обязательно происходят в моей квартире здесь в насиминском районе где я жил у меня всегда были теплые отношения и всегда мне я всегда скучал я сейчас скучаю но ребят я должен был поставить себе цель я себе сказал что я вернусь только если у меня что-то получится только победителем потому что это это такой и такая работа над собой когда ты себе ставишь планку и говоришь хочешь вернуться домой хочешь вернуться вот туда сделай это 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 и это и потом ты поедешь это так вот я сам себя поставил в рамке и когда я приехал сюда с мамой там по моему пять лет назад или шесть и вы знаете другое ощущение или меня зону рада нет а 15 лет через 15 лет я плакал но это были другие слезы это были слезы просто счастье чем это были бы слезы неудачи что я уехал приехал в красивый город все красиво все роскошно тепло светит солнце а я живу там все расти бедно плохо мне это были бы другие слезы я плакал мы ходили с мамой по городу она спокойно реагировала на все смотрела говорил очень красиво да я грубом те осталось бы нет нет все я у я уже сделала шаг а я смотрел на все это и мне я плакал но я понимал что это понимаете другие слезы поэтому сизбили рамки ангелин галенды к я до сих пор езжу каждый раз когда приезжаю я езжу смотреть свою квартиру я не могу вам ребята объяснить что это за у меня брат мама папа у меня похожа тоже вот относился к баку и очень вот какой-то у него слишком сильное было чувство мама и брат абсолютно спокойно они тепло вспоминают им нравится когда показывают по телевизору но у меня какие-то странные вы знаете у меня такие чувства к баку как будто бы когда ты к бабушке приезжаешь к своей особенно по маминой линии отправила бабушка по маминой линии она совсем такая теплая вот у меня такие чувства и я всегда приезжайте более мне сказали что этого дома может не быть пять лет назад мне сказали что может быть его снесут и я приезжаю туда каждый раз потому что я я должен понимать откуда я я должен видеть где я родился я должен каждый раз видеть эту квартирку все меньше и меньше каждый раз я приезжаю и каждый раз она мне кажется еще меньше чем в прошлый раз в этот раз я тоже там был я поехал меня пустили мы пили чай с вареньем из белой черешни ели торт сказку там все по-другому но я вам клянусь богом я сидел и я понимал что я у себя дома и вот эту энергетику я здесь испытываю везде я объясняю что я без ножниц летаю я летаю с сердцем но без ножниц но в общем да просят меня до сих пор подстричь москва эльин был белый бил суси и варки таки банкан в этом прошлое Я вам говорил, ребята, у меня был акцент. Это меня выдавало в первую секунду. Во-вторых, у меня была прописка, написано было «Азербайджанская СССР». В-третьих, конечно же, вот это бакинское воспитание, азербайджанское воспитание, вот это вот «хошки альмесни», «сасаул», вот это вот в Москве немножко другой ритм. И это, как правило, игры. Ты должен стать другим. Поэтому я откинул то, что мне мешало, но оставил самое важное. Я никогда не обижался на людей, которые говорили, что я там приезжий. Это так и есть. Ну, это есть так. Зачем я принимаю? Зачем на это обижаться? А во-вторых, сейчас я горжусь, потому что я, не побоюсь этого слова, считаюсь одним из самых стильных людей в России. Хотя меня никто так не называет. Я сам себя называю. Неважно, могу себе позволить. И я при этом родился в Баку. И мне кажется, это некий показатель того, что я не из провинциального города, что я не из маленького города. А что... Потому что меня же любят не только за тряпки, за очки, за пиджаки. Меня любят за некое отношение. В России меня любят за некое отношение. За вот это вот кавказское мужское, что есть у мужчин кавказских. Женщине, пожалуйста, проходите. Дорогу уступить. Это часть Баку. Это часть работы над собой. Часть моих родителей. Это, конечно, огромная работа. Я это понимаю. Но мне очень приятно. То есть, конечно, мне было бы, наверное, может быть, проще, если бы я бы сейчас вот поехал. После того, когда теперь Баку знают все. Знают, что красиво, эффектно. Мне все многие подходили, говорили. В каком городе ты красивым родился. То есть, его теперь знают. Мне пришлось город, который не совсем знали, ну, грубо говоря, пропагандировать. И рассказывать про него, говорить, какие люди там живут. Тоже считаю, что мне повезло. Сейчас Баку, конечно, знают все. Это благодаря вышеперечисленному Евровидению, Олимпийским играм. И благодаря тому, что он такой красивый. И благодаря тому, что мы любим, да, чтобы эффектно было. Ну, вот мы любим. Любим, да. Это у нас национальное, да, чтобы вот так, да, было. Я, можно сказать, у меня есть здесь брат в Баку, который мне говорит, кто у тебя есть родственники в Баку? У меня никого нет. У меня есть Дима, к которому я приезжаю. Мы можем часами с ним проводить время. Мы ехали в машине, и он мне говорит, ты можешь радоваться. Я говорю, что случилось? Он говорит, дом Динамо начали реставрировать. Это дом, который стоит возле бывшей гостиницы Азербайджан, практически у набережной. Дом белый, по бокам у него балконы, и на нем фрески спортсменов, рельефы. И вот мне этот дом было всегда жалко, во-первых, потому что для меня это абсолютный памятник архитектуры. В Баку нет второго такого здания, вот это вот постмодернизм такой советский. И еще это очень похоже на Майами. В Майами очень много таких домов, кубизм. А этот дом все-таки, у меня с ним ничего не связано. Но архитектурно он невероятный. Потому что для меня Баку это и сталинский ампир, и арт-деко, и арт-нуво. Все. Потому что это прелесть Баку, когда на улице разные люди говорят на разном языке. И мне кажется, именно это сделало Баку таким, какой он есть.